У фермеров Карасуйского района появилась возможность реализовывать больше молока. Свой рынок сбыта появился еще 10 лет назад, а с приобретением нового оборудования производительная мощность молокопрерабатывающего цеха увеличена в два раза. Проект реализован при поддержке Российско-Каргазского фонда развития и международных доноров. О перспективах молочного бизнеса Наргиза Джурабекова. Сметана, кефир, свежепастеризованное молоко и изобилие молочных продуктов из натурального сырья теперь в тетропаках. Молочный цех, открытый почти 10 лет назад, в Карасуйском районе обрел вторую жизнь. Реализован проект при поддержке Российско-Каргазского фонда развития и грантовых средств международной организации. Взяли кредит 2,5 миллиона сомов на три года под 6% годовых средств, что пошли на ремонт, закупку нового оборудования и сырья из России. По проекту предоставлены этот станок для розлива и упаковки готовой продукции. Благодаря данному оборудованию производственная мощность предприятия увеличена почти в два раза и достигла одной тонны готовой продукции в сутки. Управлять техникой несложно, работают здесь местные жители. Необходимым навыкам их обучили при монтаже оборудования. Сейчас на производстве занято 10 человек. Обеспечение рабочими местами и возможность экспорта продукции – одно из главных условий доноров. Техника передается безвозмездно, но на условиях, что они должны создать рабочие места, а также закупать молоко у фермеров. Конечная цель в долговременном плане – то, что фермеры получают рынок сбыта. Стоит отметить, продукция цеха отвечает всем санитарно-гигиеническим нормам и техническим регламентам Таможенного союза. Проверяется сырье еще до поступления в цех. Мы обязаны отвечать за качество выпускаемой продукции, поэтому работаем только с проверенными поставщиками. Молоко раз в месяц ветеринары обязательно проверяют в лабораториях и выдают нам соответствующие документы. Об этом свидетельствует одна из поставщиц молока – местная жительница Бурул Абдаджапарова. До открытия молокоперерабатывающего цеха продавала молоко на рынке. Вот уже несколько лет сырье за приемлемую цену забирают прямо из дома. До этого продавали на базаре, теперь и ездить никуда не нужно, сами забирают – это ведь здорово. Если надумают расшириться, то и мне хорошо. Куплю еще одну корову, а молоко им буду сдавать. Благодаря подобным проектам только за прошлый год в южных областях, в аграрном и перерабатывающем секторах, постоянно и сезонной работой обеспечено свыше 1200 человек. На 24 тысячах квадратных метров создано хранилище для фруктов и овощей. Переработано свыше 40 тысяч тонн фруктов, овощей, мясной и молочной продукции. Наргиза Джурубекова, Агжо Лайбашев, Общественный Первый канал, Олужская область.